С выходом Старфилда последующими мемами на эту тему мы начали забывать, что у Бесезда в рукаве есть ещё один козырь, у которого есть все шансы стать ещё одним шедевром. К сожалению, это слово будет, скорее всего, в кавычках. Тем не менее, все мы любим серию The Elder Scrolls и ждём шестую её часть. А поэтому предлагаю сегодня кратко освежить хронологию основных событий серии. И да, очевидно, что дальше вас ждут спойлеры на сюжет всех номерных частей серии Древних Свитков. Вы на канале XDelayt и перед началом хочу поблагодарить наших спонсоров на Boosty, YouTube и Patreon. Друзья, именно вы делаете выход данных видеороликов возможным. Что ж, разогревайте в микроволновке свои сладкие рулеты, мы начинаем. TESS Arena Миф о сотворении мира и события вплоть до Третьей Эры разбирались в наших прошлых роликах достаточно подробно. Очень советуем их посмотреть. И поэтому позволим себе вольность опустить эти события и выбрать точку отсчёта 389-й год Третьей Эры, а местом действия – подземелье имперского города. Именно там обнаружил себя безымянный герой, служивший при дворе Уриэля Септима VII, и имевший приятельские отношения с Рией Сильмейн, ученицей главного придворного мага – Жагара Тарна. Того самого Тарна, который изгнал императора в Обливион, а сам принял его личину, убил свою ученицу и бросил будущего героя в темницу. Однако Рия была способной волшебницей и смогла удержать свою душу в Нирне, приходя к герою в Аснак с объяснениями, что императора можно вернуть. Для этого необходимо победить Жагара и собрать из восьми частей посох Хаоса, то самое оружие, с помощью которого придворный маг и заключил своего правителя в Обливиуме. Герой отправляется в своё долгое путешествие. В 395 году Третьей Эры из-за бездарной политики самозванца Тарна начинается пятилетняя война между Валенвудом и Эльсвейром. Этот конфликт стал первым, но не последним из череды бессмысленных столкновений провинций, которые произошли из-за Лжеуриэля. В следующем году также вспыхивает Арнезианская война, противостояние Чернотопии Моровинда. Всё началось из-за восстания рабов на границе двух провинций, в ходе которого погиб один знатный торговец дома Хлаалу. В итоге Моровинд одержал верх и присоединил к себе часть земель Чернотопия. Ещё через год возник конфликт между островами Сомерсет и Валенвудом, по итогам которого Альтмир аннексировали несколько островов, бывших под контролем лесных эльфов. Проходит ещё три года. Долгих десять лет понадобилось протагонисту для того, чтобы собрать фрагменты посоха с разных уголков Тамриэля и собрать артефакт воедино. Но он это сделал. После этого Рия использовала последние свои жизненные силы для того, чтобы отвлечь стражников Имперского дворца. Истратив всю остаточную магию, дух волшебницы вознёсся. Наш протагонист воспользовался предоставленным шансом и проник во дворец, где сразился с Самозванцем. Джаггард Арт был повержен, а Император возвращён из Обливиона на свой законный трон. Именно в тот самый день герой вошёл в историю и стал известен под именем Вечный Чемпион. Тез 2 Даггерфолл В 404 году Третьей эры дух короля Даггерфолла Лизандуса, погибшего на войне с Сентинелем, восстаёт. Почти каждую ночь он вместе со своей свитой нежити появляется на улицах города и стонет о мести. Личный агент вышеупомянутого Императора Уриэля Септима VII получает задание разузнать, почему призрак Даггерфольского короля терроризирует улицы своего же бывшего владения. В конце концов, посланник выясняет, что Лизандус был сражён не на поле боя. Его предательски убил дворянин Вереста ради своих политических амбиций. Помимо этого, агент узнаёт у матери покойного Лизандуса о местонахождении Мантеллы, мощнейшего камня души, способного запитать Нумидиума, огромного медного голема, с помощью которого Тайбер Септим когда-то объединил все провинции Тамриэля. Получив приказ от Императора, агент находит Мантеллу. Посланник получает предложение от лидеров различных фракций о передаче им камня души. Всё это выливается в событие, которое было именовано «деформацией Запада». Всевозможные исходы решений агента произошли одновременно, будто он передал Мантеллу всем сразу. Когда деформация была окончена, весь залив Илиак было не узнать. Все, кто находился на этой местности, не могли понять, куда из их воспоминаний делся целый день. Бесчетное количество мелких королевств было стерто, и в провинции осталось лишь четыре силы – Сентинель, Неггерфолл, Вейрест и Арсиниум, который стал провинцией Империи. Тестери Моровинт В 427 году Третьей Эры неизвестный узник прибывает на Варденфелл, где он был освобожден клинками. Бленник оказывается Нерварином, воплощением Неривара Индарила, героя Данмеров. В свое время, благодаря Неривару, темные эльфы, которые тогда назывались еще Каймерами, мирно сосуществовали и процветали рядом с Двемерами. В итоге он был предательски убит своими близкими – Альмалекти, его возлюбленной, Вивиком, его лучшим другом, и Сотосилам, его советникам. Произошло это из-за приказа Неривара уничтожить мощнейшие артефакты, которые могли подарить Каймерам господство над остальными расами. Убившие Неривара предатели в итоге применили эти артефакты на себе и стали живыми богами, более известными как Трибунал. Появление Нериварина в Моровинде оказалось как нельзя кстати, ведь в это время освободился Дагат Ур, лучший друг Неривара, который долгое время жил, питаясь сердцем Лорхана, создателя самого Нирна. Дагат Ур считал правивший на Моровинде Триумвират богов убийцами своего друга и сошел с Ума. В недрах огромного вулкана под названием Красная Гора он начал строительство Акулхана, второго Нумидиума. Также он распространял болезни по всему Варденфеллу. В конце концов, Нериварину удается остановить Дагат Ура и разрушить Акулхана. Обеспокоенный растущей популярностью Нериварина, король Моровинда Хелсет нанимает Темное Братство для убийства бывшего пленника. Покушение проваливается, и Нериварин сражается с Хелсетом лицом к лицу и побеждает его. Вивик, один из трех богов Трибунала, исчезает. Вторая богиня Триумвирата Альмалексия сходит с Ума и убивает Сота Сила, последнего и строится. Герою Моровинда приходится сразиться с ней. В ходе схватки он убивает Альмалексию, и вместе с ней умирает само понятие Трибунала. Ходили слухи, что позднее герой участвовал в кровавой охоте доэдрического принца Херсина, а затем и вовсе уплыл на Аковир, где его след окончательно затерялся. Тест 4. Обливион В 432 году наступает кризис Обливиона. Трое клинков пытаются спасти Уриэля Септима от покушения. Все наследники Императора уже мертвы, а его самого преследуют. Клинки приводят правителя в подземелье имперской тюрьмы, собираясь открыть клетку, за которой скрывается проход, ведущий за пределы города, спутники Императора и он сам замечают, что за решеткой есть и заключенный. По задумке, эта камера всегда должна быть пустой. Уриэль видит это событие как знаки судьбы и открывается пленнику. Он рассказывает, что с тех самых пор, когда он был заперт в Обливионе Джагаром Тарном, он начал видеть кошмар о страшных существах и адских вратах, которые открываются по всему Тамриэлю. Также Император говорит, что чувствует приближение своего конца. Он отдает пленнику Амулет Королей, после чего каменная плита за его спиной отодвигается, и Ассасин быстрым движением клинка расправляется с Уриэлем. В ходе продвижения сквозь подземелье двое из трех клинков также погибают. Остается лишь самый молодой по имени Баурус. Он шокирован смертью Императора, однако помогает заключенному выбраться и просит его отнести Амулет Королей к некоему монаху по имени Джофри. Последний, в свою очередь, оказывается не простым священником, а мастером клинков. Джофри рассказывает герою, что существует еще один сын Уриэля, о котором никто не знает. Его зовут Мартин, и он живет в городе Квач. Оказавшись на месте, бывший заключенный обнаруживает у входа в город огромные врата, ведущие в Обливию. Герой принимает участие в закрытии этих врат и обороне города от инфернальных существ, после чего становится героем Квача и находит Мартина. В дальнейшем клинки берут его под защиту. Выясняется, что Уриэль был убит ассасинами мифического рассвета, культа которой добивался возможности стереть границы между Нирном и Обливионом. Это было крайне выгодно для одного из сильнейших доедрических принцев – Дагона, который в этом случае смог бы беспрепятственно вторгнуться в план людей и захватить его, либо уничтожить. Именно чтобы осуществить задуманные мифические рассветы, расправился с императором и его наследниками. Прямые потомки императорского рода поддерживали своим существованием барьер между двумя измерениями. В итоге противостояние культу вылилось в то, что Дагону все же удалось вторгнуться в Нирн, но он был остановлен Мартином, который под благословением Акатошу превратился в огромного дракона и сразил доедрического принца. Затем дракон окаменел, навсегда восстановив барьер между двумя мирами. Он до сих пор украшает собой один из районов имперского города. А бывший заключенный стал известен всем как чемпион Сиродила. После этого он совершил еще много подвигов и в конце концов занял место доедрического принца безумия Шаагарата. Окончание кризиса Обливиона ознаменовало конец Третьей Эры. Стоит ли говорить, что после таких потрясений при условии отсутствия полноправного императора на троне в Тамриэле царил хаос? Тес-5. Скайрим В пятом году четвертой эры происходит событие под названием Красный Год. Извержение вулкана на Варденфелле уничтожает половину острова, многие данмеры становятся беженцами. В семнадцатом году имперский город захватывает калавианский военачальник по имени Тетмид, который провозглашает себя императором. С 98 по 99 года с ночного неба пропадают луны Мессеры Секунды. Альтмерский доминион наращивает свои силы и все это выливается в принуждение империи в 171 году к позорному для них соглашению. Отныне поклонение Тайберу Септиму становится вне закона, а также империя облагается обязательной данью. В 201 году в Скайриме начинается Гражданская война. Законный король Северной провинции был убит Ульфриком Буревестником Ярлом Винхельма. Также в Скайрим возвращаются драконы под предводительством Алдуина, Вестника Конца Света. По воле судьбы, благодаря нападению Алдуина на город Хелген, очередному заключенному удается избежать казни. С течения обстоятельств проявляют таланты пленника к древнему искусству драконьего крика – Тууму. Это значит, что заключенный является драконорожденным. Отточив мастерство голоса и поучаствовав во многих конфликтах в Скайриме, драконорожденный помогает одной из сторон конфликта между Империей и Доминионом одержать Верну, а также сражая Талдуина. Дальнейшая история Тамриэля покрыта туманом возможностей. Смогла ли Империя сломить доминирование высоких эльфов? Что на этот раз будет угрожать существованию Нирны? Как разработчики в очередной раз впишут в игру персонажа заключенного? Всё это мы узнаем только с выходом следующей, шестой части Свитка. Так что ждём. Если вам захотелось посмотреть более подробный сюжет каждой части, то вы найдёте ссылки в описании на наши прошлые ролики серии истории Тамриэля. Пишите в комментариях, стоит ли выпускать компиляцию лора Миротес в будущем. Огромное спасибо за просмотр и до новых встреч, Искатели Приключений. Субтитры создавал DimaTorzok